Перед тем, как мы начнём, ребят, хотел бы рассказать про Android-эмулятор, который я использую для того, чтобы играть в мобильные игрушки на своём компьютере. Я уже очень давно искал крутой эмулятор и могу с уверенностью сказать, что Nox является одним из самых лучших. Это первый эмулятор, где я смог круто настроить своё управление в Last Day on Earth, чтобы мне ничего не зависало, ничего не залипало. И действительно, управлять клавиатурой в мобильных игрушках именно с этого эмулятора очень удобно и просто. Также, по поводу вспомогательных утилит, здесь их настолько много, что вы даже можете записывать свой экран без каких-либо программ для записи. Здесь уже всё это вшито, так что вы просто нажимаете на эту вспомогательную утилиту и можете спокойненько записывать свой экран. Так что, если у вас лагает какая-либо игра на вашем мобильном устройстве, либо же вы просто хотите поиграть в вашу любимую мобильную игрушку на вашем компьютере, то Android-эмулятор Nox вам поможет в этом. Всё абсолютно бесплатно, скачивайте и пользуйтесь, ссылочка будет в описании. Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Last Day on Earth, либо же последний день на земле. Сегодня я бы хотел вам рассказать про 5 оружия, которые будут самые такие оптимальные для того, чтобы фармить ресурсы, для того, чтобы фармить опыт. И, в общем-то, этот топ я уже хотел записать давным-давно, но из-за того, что вышло обновление, где крафт оружия немножечко изменился, мне пришлось его, ну, чуток подкорректировать, из-за этого этот ролик вышел гораздо позже, чем он должен был выйти. Ну, на самом деле, это лучше, потому что сейчас это будет более-менее актуальной информацией, чем была бы в том ролике после вот этого вот обновления, которое у нас было самое последнее. В общем-то, давайте посмотрим. У меня в инвентаре сейчас находится 5 видов оружия. Это копьё, это самодельная бита, мачете, мясницкий нож и монтировка. На самом деле, я не хотел особо из этого делать топ, и даже, наверное, это топом-то назвать нельзя. Но, наверное, я всё-таки разделю, чтобы уж, ну, блин, не знаю, как вам объяснить, но чтобы уж вы понимали, что для меня лучше, что для меня хуже. То есть, я сразу предупреждаю то, что топ составлен сугубо на моём мнении, я никого не заставляю к нему прислушиваться, но если вам это будет интересно, то я вам могу всё это рассказать, и можете к нему даже прислушаться и использовать эти оружия для того, чтобы фармить ресурсы, фармить опыт, ну и так далее. В общем-то, давайте начнём с 5 места. На 5 место я решил воткнуть копьё. Копьё, на самом деле, это самое такое начальное оружие, самое стандартное, самое дефолтное. У него 10 урона и скорость атаки 1. Колющее оружие, известное с древности и всё ещё эффективное в наше время. Оно крафтится всего лишь из трёх брёвен, которые вы можете собрать там, ну, валяются ветки, в любой локации собрали. Даже с самого начала, вон, в своей локации собрали ветки, дескрафтили это копьё. Поставил я его на 5 место сугубо из-за того, что оно самое дефолтное, самое стандартное, и без него в этом топе точно уж не обойтись. На 4 место я решил поставить мачете. На самом деле, оно просто очень сильно скатилось в топе из-за того, что оно изначально у меня было на первом месте, а вот обновление вышло и стало на четвёртом. Объясняю, почему. Оно стало очень дорогое, но я всё равно решил оставить в топе, потому что это оружие для меня, оно самое любимое. Я обожаю мачете. Не знаю, очень сильно люблю это оружие. Всё, мне прям в нём нравится. И скорость, и сила атаки. Вот просто действительно обожаю это оружие и решил поставить его на 4 место, несмотря на то, что крафт достаточно сильно здесь подорожал. 15 железных слитков, 3 сосновой доски и 12 кожи. Ну всё это у меня есть в избытке на самом деле и слитки, и кожи. Так что меня особо не напрягает крафт этого оружия, но использую я его достаточно редко в последнее время, потому что если его крафтить, то выходит достаточно дорого. Но, по идее, можно найти на гуманитарных грузах, вот этих вот аирдропах, в локациях тоже очень часто валяется мачете и также другие оружия, там разрушитель, например. Так что, ну не знаю, можете не крафтить, просто всё это сможете найти спокойно и потом тоже юзать. А дальше у меня идёт третье место, ребята. Третье и второе место очень тяжело было мне разделить, и я всё-таки решил то, что на третье место я поставлю мясницкий нож. Урон 17 и скорость атаки 1,4. Давайте посмотрим, из чего всё это крафтится. Потому что я помню то, что крафт особо недорогой и оружие является достаточно выгодным. 5 железных слитков, 5 кожи и 4 сосновые доски. Достаточно реально дешёвый такой крафт. Если, по идее, у вас места в анатаре полно, то вы можете спокойненько с собой взять эти все ресурсы, либо сразу себе скрафтить оружие и потом использовать локации, там и тому подобное. Либо взять с собой ресурсы и потом уже скрафтить. Но советую вам, конечно, всё сразу делать, чтобы потом уже место на анатаре ничего не занимало. А дальше, что хотел сказать по этому оружию. Оно достаточно хорошее, оно достаточно выгодное. Сами видите, всего лишь 5 железных слитков, 5 кожи, ещё раз повторюсь, и 4 сосновые доски. Но это реально очень классно, если у вас железных слитков полно, ну что очень легко добыть, там, например, в локации жёлтого цвета в камушках, кожи тоже полно. Если вы, конечно, убиваете волков постоянно, убиваете постоянно оленей и собираете весь дроп с них, то тогда у вас и кожи будет полно. Плюс она очень быстро переделывается в месте, где, ну, переделывается вся кожа. Давайте даже я сейчас проверю, как называется этот станок. Это сушилка для кожи. То есть сушилки для кожи, всё происходит достаточно быстро, так что у вас всегда и кожа будет в избытке, и железные слитки, как ещё раз повторюсь. Ну, сосновые доски, сами понимаете, это ресурс достаточно быстро восстанавливаемый. То есть бегали в лес, у вас всё там восстановилось, и снова всё в избытке. То есть, ну, крафтится достаточно легко. Второе место это монтировка. Ещё раз повторюсь, то что мясницкий нож и монтировка, я между ними выбирал второе и третье место, и на самом деле всё-таки решил монтировку поставить на третье. Объясняю почему. Потому что мясницкий нож, тут три ингредиента для крафта, плюс к этому здесь в монтировке кожи нужно поменьше, ну, немножко побольше железных слитков. Но в итоге ингредиентов-то вам нужно поменьше, и это сэкономит ваше место, во-первых. И во-вторых, ну, как по мне, так лучше всё-таки потратить на два больше слитка, чем тратить на две больше кожи, и на сколько там досок? А, и на четыре доски. Досок вообще в монтировке нет. Вот ещё раз повторюсь, всего лишь два ингредиента. Ну, и также по скорости атаки монтировка превосходит этот мясницкий нож. Давайте даже посмотрим, вот ради интереса. Тут 1,6, а тут 1,4. То есть, ну, сами видите, превосходство всё-таки небольшое есть. Но по урону они абсолютно одинаковые, но я всё-таки всегда выбираю монтировку. И хочу сказать то, что двух монтировок вам спокойно хватит на то, чтобы сгонять в красную локацию. Просто если не будет так много ботов, то вам будет вот эти вот две монтировки серьёзно предостаточно. Так что можете спокойненько брать, отправляться в эту красную локацию, её полностью лутать, используя всего лишь две монтировки. То есть, я действительно вам говорю, этого всего хватит, и можете не заморачиваться. Но если, конечно, ботов будет много, то придётся уж и три с собой взять. Ну, либо если вы идёте фармить что-нибудь с ботов, то лучше три брать тоже. Ну, то есть, если вы будете сидеть в локации, там, ну, ждать ботов, тогда, вот ещё раз повторюсь, возьмите побольше, чем две. Но если просто заултать локацию и свалить оттуда, то две вам будет предостаточно. И на первом месте, ребят, вы не поверите, это оружие, которое я только недавно заметил, самодельная бита, урон 14, скорость атаки 1. Ну, в основном не сильно отличается от копья, но, блин, 14 атаки это очень хорошо, серьёзно, это очень хорошо. И с одного удара с режима стелс вы будете спокойно убивать обычных зомби. То есть, я считаю то, что это оружие на данный момент самое выгодное, и по цене ресурсов, по качеству оно просто имеет идеальное соотношение. Так что, я вам советую именно использовать это оружие для фарма, оно вообще недорогое, всего лишь 5 досок и 3 изоленты. Как вы вообще можете поступать? Вы, на самом деле, можете с собой просто брать парочку досок, и в любой локации находится изолента, вы её с собой можете просто не брать. Вот, ещё раз повторюсь, берёте доски, ну, 10 штук вам будет предостаточно, и изоленту в любой локации вы находите. Можете прямо вне дома крафтить эту самодельную биту и продолжать фармить ресурсы, продолжать фармить опыт. То есть, убивая зомби, и, блин, мне кажется то, что именно вот это оружие самое такое окупаемое, самое такое вот прям выгодное. Мне оно, на самом деле, очень нравится, хотя я его заметил совсем недавно. Ну, по идее, по красоте так, ну, оно мне не очень симпатизирует. Вот, конечно, мачете я больше люблю, но всё-таки по выгодности оно прям самое такое замечательное, и я бы советовал вам фармить именно с этим оружием. Оно вообще недорогое. Ну, вот сами посмотрите изолента. Я вообще эту изоленту даже не собираю, вы посмотрите, у меня сколько её много. То есть, ну, блин, 5 стаков и ещё одна штуковинка. Ну, плюс я трачу сейчас на самодельные биты, их активные, продолжаю также не собирать эту изоленту. Так что, блин, ну, изоленты всегда в достатке. Ну, по поводу сосновой доски, сами понимаете, ресурс достаточно быстро восстанавливаемый, так что можете спокойненько всё это использовать, юзать. И мне кажется то, что всё-таки это оружие самое такое выгодное. Ну, то есть, это вот лично мой топ. Я не знаю, как вы к нему отнесётесь. Можете написать в комментариях свой топ. Я, конечно, не против. Ещё хотел сказать по поводу лопаты. Лопата тоже достаточно хорошее оружие. Если вы уже, ну, на таком более-менее высоком уровне, то вы можете взять и скрафтить себе лопатку. А откуда взять гвозди, многие, наверное, спросят. Потому что многие реально не знают. Я вам сейчас объясню. Для того, чтобы сделать гвозди, вам понадобится вот такой вот верстак. Из него уже получаются из железных слитков гвозди. То есть, это всё очень легко. Он просто открывается не так быстро, как, ну, получаются другие оружки, такие более-менее нормальные. Так что, лучше всего, всё-таки, когда у вас уже верстак откроется, вы можете сделать себе лопатку. Но это такое достойное место, что ли, в нашем топе. То есть, оно, ну, имеет место быть, это оружие. То есть, по-любому. Потому что, ну, крафтится не очень дорого. Если, конечно, слитков у вас так же много, вы просто из слитков переделываете в гвозди. И эти железные слитки уж так же просто оставляете. Ну, и доски, естественно. Хотел отметить то, что это оружие достаточно интересно. Вот так вот вы надеть его не сможете, вам придётся именно вот так вот его перетаскивать. Так как, ну, функции надеть почему-то на лопате нет. Скорее всего, в дальнейшем она будет использоваться как топор, который мы тоже можем поставить. По идее, вот сюда у нас атака немного увеличится. Но, по идее, вот так вот прямо на него надеть. А, нет, тут даже надеть можно. Ничего себе. А лопатку почему-то нельзя. Это очень странно. Ладно, тогда я ошибся немножко. Извиняюсь. Тогда, не знаю почему, но лопатку, ну, как минимум в прошлом обновлении надеть вот этой кнопочкой было нельзя. Её можно было только перетаскиванием сюда поставить. Ну, в общем-то, надеюсь, вы меня поняли, ребята. Пятое место у меня занимает копьё, потому что это самое дефолтное оружие. Ну, четвёртое место мачете, потому что я просто его очень сильно люблю. И даже несмотря на дорогие ресурсы, которые сейчас на него нужны, я всё равно считаю то, что оружие достаточно достойное. Третье место мяснический нож, цена и качество, ну, оправдывает себя и третье место заслуженное. Также монтировка на втором месте, всё такое же, реально достойное оружие. И считаю то, что второе место, ну, оно точно достойно. Также потом на первом месте идёт самодельная бита. Ну, самое выгодное оружие из всех, которые были в этом топе. Оно очень дешёвое и советую именно его использовать для фарма ресурсов, для фарма опыта. Ну, и такое место, которое имеет быть, это оружие лопата, которое тоже такое достаточно неплохое. И если у вас, конечно, всё хорошо прям по ресурсам, то можете использовать и лопатку. Тоже очень прикольно и выглядит достаточно забавно в плане своей анимации. И мне тоже она, ну, немножко так симпатизирует. Хотя я её ни разу не крафтил, только находил. Но выглядит реально очень прикольно. В общем-то, ребята, на этом всё. Это сугубо моё мнение. Можете к нему прислушиваться, можете меня не слушать. Можете в комментариях свой топ написать. Я тоже буду не против, мне будет интересно почитать. Комменты я, естественно, все читаю. И если я даже на них не отвечаю, это не значит то, что я их не читаю. Я всегда пытаюсь всё читать, так что пишите. Я как бы с удовольствием всё это прочитаю. В общем-то, всем огромное спасибо за просмотр, ребят. Надеюсь, ролик вам понравился. Напишите комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы узнавать, когда выходят мои ролики самыми первыми. И всё у вас будет хорошо. Всем огромное спасибо, ребята. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok